Привет! Тихим голосом говорить, конечно, АСМР, та ещё задача, надеюсь, это голос тихий. Тихо в лесу, только не спит барсук. Короче говоря, АСМР моих запасов мыльно-рыльного тихим голосом. Это у нас пена Эйвен, малиновое удовольствие, пена для ванн, тысяча миллилитров. Я её немножко уже поюзала в этом месяце, ноябре. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Я просто буду показывать и говорить тихим голосом. Жалуются некоторые люди, что у меня тихий шепот, но очень громкая распаковка. Со мной оно на моём канале. С какого года я эти АСМР пишу? С 16-го года, спинка анонимуса, да? Семь с лишним лет у меня эти АСМР, и семь с лишним лет периодически это вот проблема. Я не знаю, как её решить, люди добрые, но если вы знаете, допустим, как это решить технически, вообще вы можете подарить мне уши. Ну, вот этот микрофон с ушами. Я в одно ухо буду вам шептать, а в другое ухо распаковывать. А то претензий у всех много, много у кого много. А решения проблемы нифига, претензий и требований много. А тех, кто поддерживает канал, мало дала... Ну, короче, мало. Ну, это финансово поддерживают, идеями какими-то там ушо. Короче, ещё вот это... Меня террорить женщина, а может быть, мышина. Ну, короче, человек... Сначала мне говорят, что... Ой, у тебя в каждом... Через каждый завтрак, Мунбанк, одно говно. Наверное, потому что ты говно. Я ей говорю, раз ты смотришь говно, ну, у меня как говно, значит, ты тоже говно. Нет, я не считаю тебя говном. Короче, переобулась она. Я ещё не ответила, но у меня уже ответ заготовлен. Теперь она не считает меня говном, но считает все мои видео говном. Подписано на меня уже целый год. Вот, знаете, она, наверное, мазохист. Я вот своих видео говна не вижу. Я думаю, что-таки всё-таки у неё проблема в ней. Короче, вот ещё одна пена. Ну, сладкие сны. 500 мл пена. От Эйвен Деван, от Лёлечки. Вообще мне... Люди добрые, по-моему, мне только Лёлечка Иваны дарит. Ну, может, кто-то ещё Иван дарил. Но на ум приходит одна Лёлечка. А вот эта у меня уже не Лёлечка, это Сэнда. Я покупала в Фикс Прайсе, по-моему, за 69 рублей. Тоник. Это вообще, как бы, русская фирма Парли. Но выпускает у них серию Сэнда. Я всегда думала, что Сэнда, потому что красненький кружочек на белом фоне за кос под Японию, оказывается, за кос под Корею. Вот мне интересно, люди, которые знают Корею, пардон, корейский, просто есть одна девушка, которая мне говорила, что в корейском алфавите не иероглифы, а именно буквы. Я не знаю, по Сэмэрам она или нет, но, в общем, если кто-то из вас, смотрящих меня, вот это вот будет смотреть, и знает корейский, скажите мне, в серии Сэнда. Они действительно что-то путное пишут, или как вот бывает, когда только симбиоз пошел в Советский Союз, вроде более-менее почти рухнул, развалился на всякие запчасти. А, кстати, я вот тут подумала, почему-то только Россия причисляет себя к Советскому Союзу, что вот она вышла из Советского Союза, из Советского Союза, много чего вышло. Ну, так вот это. Тогда использовали там, допустим, цветочный магазин, могли назвать красивым словом Гэббэч, помойка. Так вот, тут действительно что-то путное на корейском написано, или это тупая Абракадабра, витамин С, гиалуроновая кислота, айтонизирует, вслежает, увлажняет. Тоник для всех типов кожи, я хотела сказать, волос. 250 мл, ну, я его использовала, когда было тепло, сейчас у нас холодно, используют другой тоник, поэтому этот тоник стоит в запасах, это вот у меня есть полочка, где половина полочки была, треть полочки всякая дребедень, треть полочки парфюмер, и треть полочки мольнерная. Так вот, что я хочу сказать, я свет что-то не стала зажигать, у меня только верховой, у меня вчера пришёл свет в мой панель, но мне плохо чувствовалось о последние дня три, поэтому как бы я только сегодня поеду, ещё за ним. Так вот, у меня тут при свете лампочек, я не стала что-то кольцевую ставить, вот, тут какой-то кутёнок, по ходу дела. Качество подтверждено сертификатом ГМП, только сейчас увидела, что его сертификат хрена узнает. Так, тут у меня на основе масла кокосового косметического от Мальдив Дрим, Дримс, прям пахнет даже кофе, и кофейного скраба, фиг знает от какой фирмы, по-моему, подарок от подписчицы Светы был, а я в баночку из-под, ну, я эту баночку сама тогда покупала, тут был алоэ вера гель, кстати, у меня теперь есть алоэ просто столетника, алоэ вера, который вот этот, алоэ вера, кто это, блин, у нас? Хорватия, короче говоря, а, Адриона, в общем, тут у меня был алоэ гель изначально от Адриона, свайбер из-за закупила, что-то такой-то дофига дешевый был, ничего, такой гель был, в общем, у меня тут скраб на основе кокосового масла косметического от Мальдив Дримс, они тут будут, где-то эта баночка тут, и кокос этого скраба кофейного, сушеного, не помню, от какой фирмы, но лежит, я про него забыла, у меня тут, когда закончится спрей от Асай, я буду использовать снова этот, 200 мл, тут, конечно, уже меньше, это подарок от подписчицы Светы, это Лил Милана, я на него даже на Алике отзыв оставляла, вот, двухфазный лосьон, помогает расчесывать волосы, если они запутались, так, тут у меня то, что я использую, это еще не запас, снова подарок от подписчицы Лилечки, Эйвен Сенсенс, тропический, тропическое путешествие, гель до душа, 250 мл с ароматом Мангайф, вранжи, пани, с натуральными экстрактами, упаковка подходит для переработки, моя подруга со мной спорит, она считает, что у нас тот контейнер под пластик, металл, стекло и бумагу, что ли, ну, он скидывается в один и тот же грузовичок, забирающий помойку и не перерабатывается, но я знаю, что в Веруславской области есть какое-то предприятие, которое перерабатывает пластик, изготавливает пробирки, ну, в общем, эти пластиковые баночки поданализы, пи-пи-кака, и вот как раз оно делает это всё из перерабатываемого пластика, я не знаю, хартия действительно занимается переработкой пластика или нет, ну, вот этих вот разделения труда, разделяя власть, в смысле разделения бытовых отходов, хрен его знает, ну, в общем, это вот подарок подписчица Лёлечки, я его ещё не открывала, он всё ещё, как Лёлечка тогда запаковала этим самым скотчем, чтобы не отклеилось, так оно и есть, вот это тоже от Лёлечки, это Фаберлик, Бьюти Кафе, Love Your Skin, что тут это, черничка, с ароматом черничного капкейка, мне всегда что-то казалось, что капкейки это эти, оладушки, а тут кексик нарисован, ну, короче, фиг знает, может это и то, и другое, так, у меня тут, оно просрочилось, я про него забыла, там ещё где-то два таких, только в другой упаковке, я ведь, по-моему, даже немножко юзала, это иранская натуральная хна, средство для окраски и укрепления волос, я думаю, её сейчас можно уже просто использовать как маску, если она чего окрасит, потому что, да какого она вообще была, годен до декабря 21 года, она почти на два года просрочена, 125 грамм, ну, или может кто-нибудь из вас знает, что можно с этой хной просроченно сделать, может маску какую делится, вот, кстати, то самое масло, на самом деле, оно было до 14.07.23 года, но оно же не в еду, я так поняла, что оно, в принципе, кстати, надо увлажнить ручки, оно как бы это, ничего с ним не стало, у меня как-то просто было масло для еды, кокосово-парашют, но оно как бы и косметическое, и для еды, я его использовала для еды, и для косметики, я как-то еще про него забыла, у него срок годности того, но в еду его уже вроде как-то рискованно было принимать, я его использовала как косметическое, все нормально было. Если вдруг кузнечик где-то скрипит, то это моя табуреточка, которую дедушка делал, вот она подо мной стоит, и она может скрипеть, даже если на нее сядет кошка, или сама по себе, ну, вот скрипящая, такая музыкальная табуреточка. В общем, это у меня масло кокосовое, косметическое, от Maldives Dreams, оно у нас было обогащено чем-то там, где-то тут было написано. Да, витаминовые, оно обогащено и арома какая-то. На самом деле, они очень нагоняют зачем тут арома, потому что оно и так само по себе вкусно пахнет. Маслопрессия можно сделать в моем из кокосовой стружки кокосовое масло. Я пока еще не покупала специальную стружку, у меня есть какая-то, но, по-моему, она вряд ли подойдет именно уже для масла. У меня тут есть делик, который, мне кажется, я уже использовала, может, только собиралась. Судя по тому, что он полный, наверное, только собиралась, хотя нет, я его точно открывала и один раз использовала. Это тоже от люлечки, это Фабелик Оферик Сенсуэль, парфюмированный гель для душа. Я помню, раньше такой же гелик был, мне люлечка дарила, потом еще у меня был гелик с духами. Духи я одно время использовала для отпугивания собак, когда ехала на велике в Идре, либо в Сосново пешком шла, там снова какая-то шапка появилась, там просто есть какие-то не очень адекватные люди, просто я не знаю, как по-другому таких людей назвать, которые натравлют большую собаку на людей, мимо проходящих, проезжающих и так далее. Не надо искать в этом говно, если вы видите в этом говно, значит вы извините сами говно. Если в вашей жизни ничего плохого не случается, это не значит, что мир идеальный. В общем, вот этот делик, он мне очень нравится, спасибо люлечке, он у меня пока стоит в запасиках, потому что я пока использую внезапно только масло для душ, которое будет в пустых баночках, наверное, ноябрь, тире декабрь, потому что на ноябрь мне что-то баночок не набирается. Вот эта штука подарила близкий друг, друзья семьи, представитель друзей семьи, нашей семьи. Та семья дружила с нашей семьей. Еще с момента, когда моя мама была детенышем. Эйвонг. Увлажнение, обогащение с йогуртом и медом, лосьон для тела, когда нормально и сухой кожей семьсот пятьдесят миллилетр. Я про него капитально забыла, но немножко я его все-таки юзала. Он слегонца уже просрочился. Сейчас скажу. Ладно, один, два, так. Да, он на год просрочился, но у меня как-то был на полтора года просроченный Эйвонг от Лелечки, я просто про него забыла, открыла, мазалась, мазалась, все нормально, потом только увидел, что он просрочился. Это ж не еда. Пущу как-нибудь в дело пятки мазать, например. Так, у меня тут наверное сначала вот эти, а потом уже коровочки раздеряю бы. О, у меня тут еще есть, я вообще совсем забыла, это у меня тут с малинкой. Фаберлик Бьюти Кафе Любовь Твоей Кожи Малиновый Мильфей, видимо так пировинка называется, это тоже от Лелечки. У меня от Бьюти Кафе от Фаберлик в ванной открыто что-то персик что-ли или абрикос я уж не помню, какой-то абрикосовый смужный джем, я сначала использовала какие-то для душа, потом у меня закончилось жидкое мыло, но оно уже давно закончилось, просто я это жидкое мыло переставляла флакон, дозатор этот сначала в один гель для душа от Эйвана от Лелечки, а потом переставила этот дозатор от Эйвановского жидкого мыла во флакончик, он подошел как раз к такой от геля для душа в Бьюти Кафе от Фаберлик, там персик или абрикос что-то такое, ну а то ж потом был в пустых баночках, там хотя немножко еще осталось, Эйван Сенсос это тоже от Лелечки истинная роскошь крем-гель для душа, ну конечно прикольнее наверное на Новый год использовать, но что-то я вот пока склоняюсь к тому, что у меня там есть одна такая штука Biohelpy мыло для бани для лица, ну для волос и тела от Тонечки, я сейчас им мою, хотя сегодня мыло немножко другим волосам, короче я его использую как шампунь и думаю в октябре использовать в декабре потом использовать как шампунь и гель для душа, ну два в одном короче говоря, чтобы в ванну не загружать, Эйван Сенсос ароматический рассвет гель для душа с ароматом розы и амбры, тоже от люлечки, 250 миллилитров, у меня тут пенка сотрудничество с аптекой Апрель, пенка для умывания с коллагеном, фирма 2 линии, серия коллаген пенка для умывания, 150 миллилитров, изначально я помню мне просили в видео обзор моих пенок, которые я вот сейчас использую, у меня в использовании две пенки, ну сейчас это правда пока в запасах стоит, и скрабик один, еще один скрабик в запасах, я про него совсем забыла, вон был подарок от подписчицы Леночки из Франции, но он будет еще дальше, в кадре потом появится, и я делаю, вот может даже сегодня запишу этот обзор пенок, в общем, хорошая пенка, у меня тут есть, он был заявлен на уход в ноябре, но как-то он у меня не пошел, потому что я использовала основе масла, тоже той же фирмы, это LibreDerm, гель для душа, успокаивающий церафавит, подходит для атопической кожи, для нормальной, чувствительной и сухой кожи детей, взрослых и младенцев, и можно его использовать как гель для душа, можно использовать как гель для интимной гигиены, как пенку для умывания, и как этот, я мыла волосы даже пару раз, у меня пока в запасах стоит, жрать не просит, вот тот самый скрабик, я думаю, потом на него еще отзыв на Арики оставить, это Bitex, белорусская косметика, роскошный уход, отшелушивающий, сахарный скраб для лица и губ, когда у меня закончится скраб от Swiss & Mesh, я, в общем, буду использовать вот этот скрабик, тут 50 миллилитров, 6 месяцев после вскрытия, по-моему, он даже зафольгирован, да, а еще даже не открывала фольгу, розовенький, такой красивый, спасибо, Леночке, я сначала думала все четыре показать, но и так как я им пока еще не пользовалась и не могу сказать свое мнение, то я покажу две пенки только из скрабик, которым пользуюсь сейчас, так, что у меня тут, остались только косметики, да, как бы тут не совсем все, что было изначально, по-моему, это от Полины, но тут еще есть от Лены и от Светы, вот это от Светы, это масло, какое оно тут, какое это масло, это все забыла, гидрофильное, я им как-то, по-моему, я его совсем чуть-чуть вот пробовала, а потом опять убрала и забыла, но оно скоро, короче, его надо бы завязать уже, а то оно скоро отдаст богам душу, это от Светочки, это мыло косметическое из Франции от подписчицы Леночки, не тут она, а Абсолюсион, сделан в Париже, 30-е Рюде, Винаи, я давно французским и занималась, лучше я не буду говорить, а то у кого-нибудь там кровь из ушей случится, и еще что-нибудь произойдет, вот такой, как бы пакетик косметичка, тут у меня два крема сейчас полноценных осталось, один крем я доставала, потому что он у меня, ну я его открывала, он, наверное, у меня потом будет, он на кухне сейчас лежит, как заявлен, как уход на декабрь, один у меня лежит в этой, в рюкзачке, мне просили АСМР, обзор сумочки, ну так получается, что я хожу в последнее время или с такой шопером от кого-то из подписчиц, или с другим шопером от кого-то из подписчиц, или с рюкзачком, который вот, ну я покупала специально такой, можно под дождь попадать, ничего с ним не будет, как-то у меня пока не идут сумочки, мне кажется, я в это лето даже не доставала свою льняную сумочку, которую в Ярике покупала индийская ручная работа, это у нас лилии, рорек, лилия, они все зафольгированные, а это молочная, у меня еще такой был с авокадо, вот там с черникой, по-моему, как раз на кухне и с розой в сумочке, и с авокадо, он уже был в пустых баночках, я потом покупала на бьюти патчах, он был заявлен как рорек, но на самом деле назывался вообще другая фирма, и немного похожий дизайн, тоже китайская, и он тоже был с авокадо, и другая там немного консистенция, он, мне кажется, тоже был в пустых баночках, но у меня здесь вот так лежит, я надеюсь, что мне все-таки более-менее тембр голос одинаково тихий сохраняется, вот, я хотела с планшета управлять, но у меня камера не настолько заряжена, чтобы как бы раздавать Wi-Fi на планшет, чтобы управлять, и просто сейчас камеру поставила на штатив статично, и как бы все вот так снимается, потому что тут ну неудобно мне втыкать сейчас будет провод, чтобы питать допустим камеру, вот здесь у меня косметичка изначально, я когда-то в ней покупала набор от Elisabeth Arden, там был медовый крем для тела с какими-то гранулами согревающими, с ароматом Elisabeth Arden Green Tea, потом гель для душа такой, и минька 30 мл этих туалетной воды, это я еще покупала на клубнике, кстати, такой был, не знаю, существует сейчас еще или нет, но существует, может, в России только уже не доставляет, и вот косметичка осталась, и что у меня тут, у меня тут пакетики от Светы, был такой наборчик, от, да, его надо додюзать, я думала, что до апреля, но это до 4 марта 24 года с реализацией, там была сыворотка, крем, маска и что-то, и тоник вроде как, вот эта маска, я не помню вообще и пользовалась или нет, вроде еще не пользовалась, надо будет ее сделать хотя бы со следующего года, это кто у нас, мы летим, дальше у меня хупачок слетел, я думала, что его уже заделала, но, кажется, еще нет, это кремный рекит, я его использовала, но вот потом как-то получилось так, что он временно перестал использоваться, ой, я совсем про него забыла, это молочко, для демки, я же пробиотическое, пробиодем, от фирмы Багздрав, которая производит закваски, короче говоря, как его там, теперь есть три средства для снятия макияжа, это мицеллярная вода, которую я использую, буквально сегодня ее использовала, от Шоу Косметик, для нормальной сухой кожи, потом сливки, которые будут в уходе декабря, потому что я про них снова вспомнила, они мне понадобились, если интересно, можете в инфобоксе ткнуться на мою ссылку на рекламентный аккаунт мой, я там как раз писала отзыв на эти сливки, они помогают, идеально удаляют суперстойкую помаду от Мискап, и вот это вот, я вообще просто про него забыла, я даже его не использовала, но не тестировала, сможет ли он Мискап удалить, но в общем, оно лежит, надо бы его уже тоже уделать, для всех типов кожи, для всех возрастов, номер 42. У меня тут есть крабик, пробник для тела, с малиновыми косточками от Молка-Молка, я про него совсем забыла, после вскрытия он живет 6 месяцев, когда он создан, видно на шве, но я вот тут не наблюдаю, не где-то, а вот вижу, ух ты, он может уже и ласт это склеил, он 28 февраля этого года был создан, но в принципе он же не съедобный, его еще не открывали, я как-нибудь его заюзаю, может он у меня пойдет на декабрь на уход, а может на следующий год уже, еще у меня тут есть, я тоже про него совсем забыла, крем дневной для лица, пробиотический, для сухой, чувствительной кожи, 25+, я помню, что он мне помогал сухих вот корочек здесь, у меня там еще есть какие-то средства, сейчас пока сыворотками пользуюсь, но вот то, что у меня будет заявлено на декабрь, я наверное просто доделаю все, что там у меня пока стоит, и на январь, может быть я его уделаю, этот кремик, у меня тут есть от Светочки, крем Pierre Rico, флюид ночной, я про него вообще совершенно забыла, ночной флюид восстановления и детокс, у меня подруженцы одна тут, что-то взвывала, что и чего-то хочется, отжала у меня пару помад, ну как она сказала, там вот, стало нынче, что ей хочется помаду, а у меня лежали две, ваши кстати подарки, и про одно я совершенно забыла, а другой, ну там похожий цвет у меня есть, и как бы, я даже ее не открывала, только на Светочки, я говорю, вот я делала Светочки ими, а эту пару раз может использовалась, если, говорю, ты не брезгуешь, и тебе вот там прям очень хочу, 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 может на халяву, правда, был уксус сладкий, ну короче, она у меня их, сказала, что они ей подходят, но я подумала, что у меня и так много помад, я наверное не обедняюсь, но мне, ну они кому-то еще пригодятся, а еще правда на одну потянула лапы свои, я сказала, что она мне нравится, и хрен тебе, Ира, вы конечно и в этом можете, те, кто находит говно там, где его нет, найти в этом говно, но просто я подумала, что вот две помады у меня лежали, одной я крайне редко пользовалась, и, ну такой цвет, короче, как бы, ну только на видео, и то, в общем, какой-то, ну нейтральный, а другой, у меня вот реально похожий, цвет уже есть, еще в одной там какой-то, может даже в фрешевской палетке, и я как-то этот, использовала просто другое что-то, я подумала, почему бы и нет, ну, перебирала просто, вот у меня, говорю, какую я и хотела изначально предложить, ей в общем не понравилось, но она тыркалась, в общем, как-то вот, я в принципе не жалею, так, шлейф и звезд, крем-духи для тела, органический жасмин, и мускатная роза, органик китчен, от органик шоп, это подарочек от Полиночки, у меня такой же в использовании есть, это было два такой вот набор, две штучки, тут 100 миллилитров, он еще даже не открытый, кстати, у меня еще это как, да, да, 0625 года, еще, еще есть время, так, и что у меня тут, у меня тут фатный диск, и штучка для протирки очков, раньше такие штучки, мне от Light & The Box приходили бонусом в подарок, одну я помню подружке подарила, тоже очкарьку, другая была у меня, но она очень, ну, потом в итоге все-таки и стерлась, все, косметичка, так вот, я ей предлагала этот ночной фрейд, но мне было сказано, что неужто, я мне еще, есть когда кремами пользоваться, я думала, ну, как-то это, хозяин, блин, думала, ну, раз не надо, я сейчас случайно ногой толкнула штатив, если это было громко, то уж извиняйте, так, там, что у меня, то, у меня осталось только тут, ну, косметичка, коробочка, и еще одна штучка, уу, тогда, я что-то думала, что у меня прилично еще кускового мыла, потому что мне Леночка дарила кусковое мыло, но я как-то, это, оказалось, что у меня, ну, вообще, как бы, у меня последние месяца три такое ощущение, ну, такое же подобное ощущение, только относительно денег в кошельке, иногда у меня там прилично денег, иногда там кот наплакал, иногда так, средней паршивости, иногда вот так думаю, блин, сколько у меня вообще тедик, может, это нормальное состояние, когда вроде как более-менее кто есть, короче, это мыло, а это другое мыло, Калужский быс, хозяйственное мыло, честно, я не знаю, откуда оно у меня, у меня просто еще было какое-то хозяйственное мыло, еще с механки оставшиеся, переехала сюда, вот, когда я открыла эту косметичку, перед тем, как, ну, еще неделю назад, может, достала, когда вот это все, неделю с лишним назад, я так обалдела, думаю, блин, у меня столько еще всяких шучек есть, это спасибо Леночке из Франции, французский из Фраше из Франции, это небольшой скрабик, сколько тут, 30 миллилитров, гаммажек, гаммажек для тела, с удовольствием потом использую, это по ходу дела лимитка этого года, но сейчас уже другие лимитки, пардон, мне приходило на мыло от Ифраше, я не знаю, заказать, не заказать, раньше, как бы, у меня не столько финансов было, пенсия в разы меньше была, но я могла потратить тысяч пять, десять на это и франция, тут минимальные заказы, бесплатные доставки, чтобы там были еще подарки, еще что-то, ну, где-то тысячи четыре, где-то надо выложить, ну, во-первых, мне столько всего не надо, во-вторых, там цены, конечно, уже стали намного больше, чем были, допустим, пять лет назад, или в 2011 году, ну, и что-то такое, с одной стороны, хочется купить, а с другой стороны, ну, вроде гелий для душа, допустим, есть, так, в общем, как-то это, и все, оно зависло, иранская натуральная хна, окрашивает, укрепляет, я когда-то пользовалась же хмур, а потом что-то как-то, ну, покупала, видимо, про запас, если видела, и забыла, и вот оно у меня как-то, вот оно тут лежит, давай, пакетик, они, наверное, тоже дофига просрочены, я даже не знаю, где-то тут, ой, срок годности запечатан, ух ты, а это оказывается, до октября 23-го года, менее просрочка, чем у коробочки, не знаю, может подрубче предложить, регулярно свои рыжие волосы, рыжий цвет красит хной, вот у меня тут есть, марсерезец, французское мыло, сделанное во Франции, от Леночки из Франции, может быть, использую его как кусковое мыло, вместо жидкого мыла, ну, я его положу пока тут, наверное, пусть оно у меня пойдет на уход октября, у меня тут есть, оксамит, крем для рук питательный, я, видать, это, наверное, это тоже от Леночки было, честно, не помню, если я влюбку перепутала, ты, Леночка, тоже АСМР смотришь, просто скажи мне в каменах, типа, моё, не моё, 12 месяцев после вскрытия, я про него вообще забыла, я сложила вот все необходимое в эту косметичку, оно как-то у меня забылось, это, походу, дело из того наборчика, от Тонечки, вот как раз Биохеллопи, у меня этот жидкое, ну, мыло для бани такое, оно как бы более-менее жидкое, перламутровое такое, оно у меня стоит в баночке, я даже на него хочу воздух на Рик написать, там черновик пока только сделала, но, оказывается, не тестируется на животных, органика Као, натуральный крем для рук, питание и витамины, органическое масло Као, экстракт семян моркови, без парабенов и силиконов, 98% натуральных ингредиентов, что там у нас со сроком-то, а, до 7-го, 25-го тоже успею делать, вот, я, наверное, его даже открывала, затестила и забыла. У меня тут есть кремник для ножек от Foodworks, от Avon, от Лелечки интенсивное увлажняющее, крем для ног, 10 увлажняющих ингредиентов, 24 часа увлажнения, тоже, оказывается, внезапно не тестируется на животных, Avon, но он еще тоже года два спокойно так проживет, у меня просто есть то, что вот пока использую, это от Велинии питерской косметики, оно еще будет на декабрь, я думаю, может быть, даже на январь, а потом я уже буду использовать с этим кремиком, васюнчиками всякими, вот вчера бы оно мне пригодилось, даже позавчера, вчера-то я только недалеко ходила, защитный бальзам для лица и рук от морозной погоды с французским гусиным жиром 50 мл, Дениса Зарнин, это Гринмама, когда она еще упускала вот это все, гринмама.ру, когда у нее еще был логотип вот с этим человечком, и вот эта серия, когда там были хозяевами еще те, кто ее организовал, эти насобины, или как там их не тестируются на животных, и зритель сидит ровно на своей попочке, оно у нас до декабря 2014 года. С Гринмамой я тоже знакома, как и с Ифрашей, с 2011 года, но с Гринмамой я чуть раньше познакомилась, с весны 2011 года, а с Ифрашей с июля 2011, ну в общем где-то спустя несколько месяцев, там почти полгода спустя, спустя 4 месяца. И вот здесь еще немножко его есть, но тут какой состав, тут вазерин белый, гусиный жир, минеральное масло, парафин, парфюм, метилпарабен, витамин Е, ВН, теннис на шот такое, и тут еще есть немножко выдавливает с этого жира, ну как бы не в еду, он именно так, и вот он на холодную погоду очень хорошо помогает, ну, не обморозить эти все носики, допустим. У меня тут есть бархатные ручки, эксперт в уходе за руками, крем питательный для рук, ежедневный уход от пяти проблем с сухостью, текстура номер 4, с масла ши, гиалурон на гиалурон, провитамин В5, не помню от кого, возможно от Леночки. Это, наверное, от Лёли, Эйван Кэ, авокадо, увлажняющий, крем для рук, с маслом авокадо, сухой и очень сухой кожей, блин, у меня столько кремов, оказывается. Тут у меня тот самый скраб, я его просто сюда присыпала, который у меня, ну, сухой скраб кофейный, который я добавляла в масло кокосовое. Так, надо всё это обратно убрать, положить. Я так даже не помню, что у меня там было. Мелкая, мелкая. Да, вроде ещё там улыбила. Можно туда ещё что-то положить. Тут у меня сколько на это. Тут у меня на десерт будет одна очень красивая штучка. Я хотела даже делать рекламу отдельную, но не случилось. Это у нас мыльные орехи. Хрен знает, в каком году их покупала. У меня там были мыльные орехи для косметики, ну, чтобы лицо, допустим, тушку мыть и мыльные косметики для стирки. Мыльные орехи для стирки. Но, если честно, я разницы не нашла совершенно. Когда, что тут? Мешочек. 14 сентября 20-го года они сделаны. Насколько мне известно, тут гарантийный срок 2 года, но я читала, что они там чуть ли не до 6 лет могут лежать, если у меня ничего не случится. Мыльные орехи. А, вот эти были для стирки с маракоси 500 грамм. Я помню, тогда у меня случилась небольшая шабашка, и я потратила где-то тысячи полторы как раз на эти мыльные орехи. Что у меня тут такое? Это для самопала, видимо. Молотые бабы, люпина для зубной пасты. Январь, 22-й год. Я помню, тогда было обзикнуто. Ну, увидела, навайт пришел. Можно делать муку из люпина. У нас как раз там в деревне в одном месте, экологически чистом месте росли эти люпины. Мы забили, я их нужна, когда они там созреют, высохнут. Собирала их, шелушила, измельчала, и по вкусу эта люпиновая мука была. Люди. Возможно, есть... Не, я верю, что есть те, которые сожрут говно и будут верить, что оно полезно, или будут знать, что, допустим, коровье говно очень полезно, если им удобрять почву. Наверное, если его сожрать, оно тоже будет полезно. Так вот, они это сожрут, это говно. Но я не из тех людей, я не осилила эту муку. Я решила, я потом смотрела, что в ней есть сапонина, и можно, в принципе, ее использовать для изготовления зубной пасты самопальной, но у меня пока руки не зашли до изготовления самопальной пасты. Тут что-то такое. Тоже чего-то такое, измельченные. А, тут виноградные косточки на самопальной скраб. Тут у нас вот эти вот орехи мыльные. Там где-то еще орехи. Здесь вот мыльные орехи, которые уже побывали в использовании. Здесь мыльные орехи, скорее всего, которые вот как раз для стирки. У меня какая-то бумажка. А, это какие-то там будут самопальной. Тут пакетик. Можно это все в один пакетик и положить, чтобы оно не потерялось. тут у меня немножко орехов. И там была вот как раз эта губочка, вот этот мешочек. На самом деле, мыльные орехи, мочалка с наполнителем из плодов сапиндуса. шампунь мыла не потребуется. Перед применением мочалку необходимо тщательно смочить воде и затем размять руками до появления густой пены. Мне кажется, это все-таки не с нашей городской водой делается, потому что нам надо очень постараться, чтобы появилась эта густая пена. Но, когда они все равно для хранения нет. У меня был период, что я долго пыталась дать им шанс, чтобы мыть ими волосы. Ну, может, в Индии, но там в теплых каких-то странах, где вода более мягкая. Или как вот у нас в деревне можно было бы. Не помню, в деревню их вроде не брала, но там даже слабомыльный шампунь хорошо мылится с трудовой водой. У меня шмурочек какой-то. А вот еще одна мешочек. Тут, в общем, было здесь мешочек и там мешочек тоже с умными орехами. Может, там вот оно как бы и дало бы такой эффект. И тут у меня что-то не знаю что. Возможно, это какое-то сухое молоко специально вот для каких-то там самопальных ванн. Тут у меня что это? Молотые виноградные косточки в ступке делегатной, которые я покупала в какой-то своей экскурсии. Вот это мука сюда пойдет. кофейные зерна. Не кофейные, что это? Кофейный скрапфит знаю, что это. Я сначала думала ее не показывать, а потом думаю, что? Тут же все-таки в каком-то планете орехи тоже уходовая сальца. И вот тогда вишенка на торте. Это у одной подписчицы была идея с ее подружкой сделать группу чат в тереге с розыгрышами лотерея бесплатная, лотерея платная. Ну, в общем, я эксперименты ради попыталась счастья в бесплатной лотереи и выиграла такую штуку. Там изначально были на выбор подарок какой-то, что ты хочешь себе прийти. И из того, что было, мне понравились сначала вот эти елочные игрушки деревянные, но у меня есть кушка. У меня есть одна деревянная елочная игрушка, которую я покупала еще в Таллине, это, пардон, в Хельсинге в 14-м году, я ее вешаю куда-нибудь подальше, когда вставлю эту елку новогоднюю, потому что она деревянная. Это игрушка и кошка, у меня любят деревянные грызть. Мне кто-то из вас, дорогие подписчики, девочка Ксюша подарила деревянную кошечку. Сначала кошечке отгрыдли ушки, а потом эту кошечку куда-то так закатили, что я ее не могу найти, так же, как одну свою маленькую обезьянку прищепку в общем, скальп я от нее нашла, потому что скальп отваливался. А саму обезьянку, я думала, что она под этим шкафом, но кошка у меня очень умная, когда она поняла, что я что-то ищу, она как вот крыца или, не знаю, какой-то животный или зверек, она оттуда лазила, вылазила, лазила, вылазила, и, короче, она перепрятала. А это у нас Фео Ир, не знаю правильно, как читается, маска для глаз, золотого с мантусом, увлажняющая пальчиса с мантусом, 80 штук, там такие кружочки, они вот прямо на нижний, верхний век одеваются, я просто увидела, что это такое, потом уже на Вайберисе по картинке нашла, мне интересно стало, что это такое вообще, как оно оказалось, это вот 40 пар, 80 штук, и они вот именно реально так вот на глаза одеваются, там якобы можно и ходить в этом и делать, но там все-таки небольшой такой прорис, я бы не рискнула, я, наверное, их буду применять просто в положении Илюша, извлеките пару патчей из упаковки, приложите патчей кожи вокруг глаз, аккуратно прижмите с помощью пальцев, оставьте на 10-20 минут после удаления, рекомендуется провести легкий косметический массаж до полного впитываясь не эссенции, не смывать, белурусу стрейт компани, Китай, а, это Китай вообще, я думала, это Корея, срок годности 5 лет, дат производства 1-06-23-го года, до 1-06-28-го, я сначала хотела сделать распаковку, плюс у меня есть еще одна штучка, там, можно даже сказать, мальдорельная, там наборчик из трех мыльцев в виде для кончиков и носочки мне подарила, близ, ну, в общем, близкий друг семьи мне подарил заранее, потому что не факт, что мы перед Новым годом успеем встретиться еще, ну, как-то вот так получается, и я хотела делать отдельный обзор, но потом как-то вот, решила, что пусть она будет пока в уходе, про запас, ну, моем мальдорельном, и вот весь мой обзор моего, тут уже, да, тут уже не то, тут уже то, что я периодически вижу, того, что у меня лежит в запасиках, в полочке, где всякая хренатень, а еще парфюмерия, я надеюсь, что все-таки голос у меня был более-менее тихий, ты словил свою мурашку, Лара Гром тоже ее словила, потому что Ник, по-моему, такой человек, который просил именно тихим голосом СМР, и, ну, что, хочешь поддержать канал, я буду тебе рада, где-то будет облачко, поддержи Лёльку, ну, и всем пока!